На протяжении 34 лет День физкультурника объединяет на одной площадке людей различных профессий и возрастов. Принять участие в одном из любимых и ожидаемых на курорте праздников собрались сотни человек. Не только профессиональные спортсмены, но и просто любители активного образа жизни. Для тех, кто еще не определился с выбором, в какую секцию можно отдать ребенка, работали стенды всех спортивных школ курорта, которых за последние годы стало немало. Благодаря федеральной краевой поддержке спорт стал неотъемлемой частью жизни курорта, отметил Анатолий Пахомов в своем выступлении. Мы сегодня имеем 27 муниципальных и краевых спортивных школ, в которых могут заниматься 23 тысячи наших жителей, наших юношей и девушек. И мы сегодня говорим о том, что с каждым днем материально-техническая база нашего города увеличивается. Именно созданная спортивная база дает серьезные предпосылки для развития спорта. Благодаря созданным условиям на курорте появляются все больше мастеров спорта, чемпионов и победителей в соревнованиях различных уровней. Победы наших юных спортсменов зависят не только от базы, но и от тренеров. И в профессиональный праздник тех, кто на протяжении нескольких лет воспитывал и продолжает взращивать спортивное будущее нашей страны, наградили благодарственными письмами и почетными грамотами. Награду из рук главы курорта получила и тренер 7-й спортшколы Ольга Авдеева. Я очень счастлива, что вообще живу в данном городе. Это самый лучший город. Потому что перед Олимпиадой столько было сделано, столько спортивных объектов было открыто, столько школ было открыто много. То есть огромное спасибо всем, кто в этом участвовал. Мы первые, мы лучшие. Город Сочи. Быть всегда первыми стремятся не только воспитанники спортивных школ-курорта, которые демонстрировали на площадках свои способности в стритболе, волейболе, футболе, боксе и дзюдо. Большой интерес к спорту стали проявлять все жители. Показатели – активное участие в различных спортивных мероприятиях. И в этот день попробовать себя в силовых упражнениях решили немало любителей. Андрей Думчев, например, раньше недооценил свои возможности, но в результате они превзошли ожидания. Я когда подошел к гире, мне сказали, что для золота надо 40 трасс. Я подценил размеры гири и думал, нет. Ну, раз 10 подниму. Вот, взял, начало получаться, пошел, пошел. Уже когда дошел до 30, ну 40 прям сам Бог велел. Я собрался, доделал, прям счастлив. Золотой норматив готово. Почему решили принять участие в этих соревнованиях? Ну, как бы просто ходить, есть бургеры, пить кока-колу не очень интересно. А тут для гаража застроили такое шоу, где можно самим поразвлекаться. Я считаю, что это очень здорово. В здоровом теле, как известно, здоровый дух. Сочинцам и гостям курорта это продемонстрировали и представители одного из фитнес-клубов. Кроссфит сочетает в себе различные упражнения, которые способствуют выносливости и гармоничному развитию всего тела. Это лучший вид спорта, какой есть вообще. Просто получаешь море удовольствия. Спортивные праздники в этот день прошли во всех районах Большого Сочи. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.